Прямое включение по поводу Тома Форда с немножко забордаченого стола, никакой рекламы в кадре, кофе, чтобы просто перенюхивать. И тут у нас как бы столбао пришло. Это потом запикается. Значит, когда я тестила первый раз Тома Форда, я подумала, что на меня плохое воздействие и как-то в мою ассоциативную тему вмешался чудесный манталь. Какой именно? Даркот. Ну, увы, ничего мне не показалось. По-прежнему. Влажный лук, сырая трава, туман, грусть, депрессия, свежая парши, вот кому-то кажется. Ну, в общем, я сейчас нанесу и быстро вам опишу, чтобы уже без всяких яких, по поводу того, что кто-то говорит, вот мне там что-то кажется, типа я там стремлюсь до чего-то докопаться. А почему я не должна до чего-то докапываться? Вот если кто-то прется с фрагрантики специально на мой канал, чтобы написать комментарий, который никогда не будет опубликован под моим видео, и причем делает это, знаете, так по три комментария таких хороших, что типа эту фею там знает уже вся фрагрантика. А почему меня не должна знать фрагрантика? Если я высказываю свое мнение, я имею право высказывать свое мнение, и я никаких трубаков не чувствую. Как кто-то мне уже там пытался приписать, видимо, у кого-то сильно заквакала жабка по этому поводу. Значит так, сейчас я наношу, еще раз описываю, чтобы не было никаких вопросов. Это было приобретено в аэропорту Шарль-де-Голь, все как бы соответствует, все уже проверено, все коды выверены. Sorry, это репортажка. Сейчас я наношу, быстро описываю и... Я была на канале Кати в Pencilbox. Катюша, если ты будешь на моем канале, большой тебе привет, обожаю твои видео. Так вот, про этот аромат Катя сказала, например, что для нее этот аромат, как крокодильчик, который пробирается, там, проклевывается через яйцо, как Ума Турман пробивает крышку гроба. Она любит его на весну, и типа, ого-го, там, эгэгэ, я перезимовала. Для меня он по-прежнему, я представляю кору, дерево, дерево такое именно из семейства кедровых. Я не смотрела пирамиду специально, чтобы ничего не подмешивать. Ну, как бы я, может быть, когда-то ее смотрела. Вот сейчас, кстати, здесь присутствует молодой человек. Молодой человек, отзовитесь, пожалуйста. Да-да. Вот ему этот аромат кажется мужским. Мужской аромат. Самый мужской аромат, который я чувствовал. Ну, на самом деле это женский аромат. Не может сравниться только иерсачье. Ой, да ладно, помолчи. Вот серьезно, когда я, еще раз напомню, у меня есть видео, я оставлю ссылочку в правом верхнем углу, где я говорила про то, что с чем это ассоциируется и так далее. Монталь не примешался. Все, что я слышала, я слышу смола, туман, грусть, депрессия, война, закончилась Голливуд, утро. Утро, когда нашли эту самую несчастную девушку, и никто так и не нашел, кто это с ней сделал. Причем в фильме «Черная орхидея». Я оставлю ссылочку под видео. Посмотрите, там вот была ее подруга из богатой семьи. На самом деле в реале подружки не было, кстати, еще раньше, чем ее. А фильм построили достаточно красиво и по-доброму. Я не говорю, что это злая история. Я говорю о том, что вдохновила автора. Я не говорю, кстати, любимый аромат Майкла Джексона. 2006 год. Выходит фильм «Парфюмер. История одного. Убийцы». Выходит фильм «Черная орхидея» со Скарлетт Йоханссон. И выходит аромат Тома Форда «Бог любит троицу». Вы были на канале Ольги Швец. Скажи что-нибудь под криптом. Можно я добавлю? Это мужчина с щетиной, в черном пальто, в белой рубашке, с черным галстуком. Стоит возле своей шикарной машины, у которой кожаный салон. Льет дождь. Тоже дождь, кстати. Льет дождь. И он стоит с сигаретой. И докуривает. И вы... Веселое видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова